Всем привет, дорогие друзья! Сегодня 27 июня и сегодня последний день в фестивале культуры и туризма в Аланье. К сожалению, вчера я не успела сходить на стенды и посмотреть, что там есть. Надеюсь, на сегодня что-нибудь осталось. И я думаю, что поход на фестиваль мы совместим вместе с тем, что я расскажу вам конкретно на примерах, что можно купить или подарить, в общем, привезти из Турции в подарок себе домой, ну или родственникам, знакомым и друзьям. В общем, надеюсь, что там что-нибудь осталось и мы увидим в полной красе все турецкие сувениры, еду. В общем, все-все самое классное. В общем, пойдемте. Ну и, конечно же, первое, что я вам покажу, это пляж. Народ купается, загорает. Мне тоже очень хочется, но, к сожалению, сейчас мы идем смотреть фестивальные стенды. Вот здесь вот расположена сцена. Вот она, на ней проходят концерты. Сегодня будет завершительный концерт прям за зданием мэрии. И здесь уже начинаются стенды. Друзья, их много, их штук сто, наверное, поэтому я пройду по всем и постараюсь показать вам все самое интересное. Здесь продают какие-то фрозены. Да, я очень люблю, но это, конечно, очень все вредно. И турецкое мороженое Кохрама Мараш Дон Думасы тоже продают здесь. Во всех городах Турции мэрия организует курсы. Называются они в Алании Асмек. Мэрия организует курсы. Они практически бесплатны, где можно обучиться, например, росписи по керамике, друзья. Ну и, конечно же, вот такие вот невероятно красивые вещи и кувшины, роспись, традиционные турецкие росписи. Вы можете приобрести домой в подарок, украсить ими свой дом или привезти просто друзьям. Очень популярны в Турции также вот такие вот куклы вязаные. Все это ручная работа. И, например, вот этот вот Дональд Дак стоит 15 долларов. Конечно, странно, что здесь цена в долларах должна быть в лирах, но, в общем, цены здесь и в долларах. Вот такая классная розовая пантера для детей. Все это ручная работа. Также сделано очень много сувениров из ракушек. Такие вот интересные вещи. Конечно, а, это электрические свечи, смотрите. Их можно включать внизу. Купили электрические свечи и вот так вот красиво оформили в стиле Аланьи раковины, более крупные раковины. В общем, кто любит морскую тематику, очень красиво. Турецкие рукодельницы, конечно, создают невероятно красивые вещи. Вот это, например, сделано из шелка. И в Аланьи также есть курсы, где обучают делать цветы и картины из шелка. И, конечно же, делают украшения, в общем, букеты. Все, что можно сделать, делают из шелка. Здесь тоже роспись по керамике. Такие вот красивые, интересные вещи. Ну, например, вот такая вот шкатулка стоит всего 30 лир, 5 лир вот такие вот бабочки. Кстати, друзья, бабочка является, это магнитик, является неофициальным символом Аланьи. Именно вот такая вот бабочка совы. Ну, и вот такие вот традиционные турецкие кувшины. Видите? Они, конечно же, украсят, я думаю, любой интерьер. Они есть разные и цены разные. Вы можете все выбрать по своему бюджету. Либо приобрести вот такие вот декоративные тарелки. В Турции очень популярна резьба по дереву. Можно приобрести вот такие вот ложки. Стоит большая, ну и маленькие тоже. Стоят они всего 3 лиры. А также, видите, есть даже вот такие вот интересные тренажеры. И кто знает, что вот это такое, пишите в комментариях. Я, например, не знаю, что это такое. А здесь стенд Аланьи Аснафко-Санатко-Одасы, что значит Ассоциации частных предпринимателей. Ну и, конечно же, здесь, друзья, самое интересное. Посмотрите, на фоне этого мужчины висят вот такие вот просто огромные шаровары. Какой размер? Он говорит, что это семейный размер. Вы сидите с Аланьей Геленэксэль-Коффе, да или нет? Да, я делаю Геленэксэль-Коффе. И вот у него, друзья, на нем надет Аланьийский традиционный костюм. Что он из себя представляет? Вот такие вот кепочки. Вот это традиционные. Это детская обувь, традиционная детская обувь. Марка. В общем, делают они здесь. Вот это вот. Есть вот такие вот сапоги, вот такие вот туфли и туфли на выход. И вот такие вот сапоги, друзья, стоят 750 лир. Натуральная кожа, а вы говорите, дорого. Просто потрясающе. И вот такие вот шаровары. И вот такие вот детские шаровары. В общем, у этого дядечки есть магазин. Нам нужно будет к нему сходить. Есть у него всякие разные. Вот это вот шаровары, это мужские шаровары. Поэтому букет бушей памук дельмы, юзды юз памук. Ага. Стопроцентный, стопроцентный шорт. Машин измена араб-кызы. Араб-кызы. И еще этот мужчина, Али Исан его зовут, он рассказал, что вот эта ткань называется араб-кызы, традиционная для аланьи. В минус один, очень она тоненькая, чок шейдиль инджи. Инджи. Я не знаю, что это не так, но я не знаю, но я не знаю. В минус один она греет и до плюс 45 в этой ткани не жарко. Стоят такие шаровары 100 лир. Мы обязательно к нему сходим, к этому дядечке, в магазин. Также на фестивале можно приобрести украшения. Это тоже все ручная работа и они недорогие. И, конечно же, на улице Искусств, на Дамлаташи и в центре Алании вы также можете приобрести себе либо в подарок вот вот эти вот замечательные украшения ручной работы. Ну и, конечно же, вязаные вещи, вязаные всякие различные магниты и вязаные вещи для детишек. А здесь, друзья, очень интересный стенд. Этот стенд принадлежит тюрьме, которая находится в Алании. И в Аланийской тюрьме непосредственно заключенные делают вот такие вот картины. Они рисуют, делают вот такие вот куклы, расписывают тарелки. Ну и, конечно же, традиционно для Аланий, для каждого региона Турции в тюрьмах производят что-то свое. Например, мебель, например, выращивают оливки и так далее. Алания специализируется на вот таких вот расписных тыквах. И заключенные расписывают эти тыквы. Их также можно приобрести, приехав в магазин, который находится в Махмутларе. Вот, друзья, по этому адресу приехать можно в этот магазин и приобрести вот эти тыквы. Они стоят там намного-намного дешевле, чем в любых других магазинах. И, друзья, я вам уже говорила про цветы, которые сделаны из шелка. И вот эта милая женщина делает эти цветы и сейчас нам расскажет, как. Насыл я пьер, сонсбелли чечек, ляр? Кузоларда я пьюрус. Тепси, бур, гердениз, букозоларда. Тепси, бур, гердениз, бур, гердениз, бур, гердениз, бур, гердениз. Ага, букет невесты. Двести лир. Чего гердениз. Ама фиатар башкер, да, башка табе, башка табе. Двести лир стоит вот такой букет невесты, друзья, но он останется навсегда украшать ваш дом. Еще на одном из стендов я нашла вот таких вот прекрасных кукол ручной работы. И сделаны они из листьев кукурузы, представляете? И вот эти вот куклы сделаны из листьев банана. И вот эти милые люди, которые там сидят сзади, они начали этот проект. Друзья, сейчас нам расскажут, откуда появляются вот такие вот волокна. А еще, конечно же, изолание обязательно нужно привезти, шелковые шали. Вот это вот стопроцентный шелк, друзья. И производят эти шали в Сападере. Вы знаете, там есть каньон, и они производят в Сападере. Вот эта вот шаль, шелк, она небольшая, стоит она 90 лир. И вот это, друзья, натуральный шелк. Не блестящий, а именно вот такой вот стопроцентный шелк. Поэтому, если вы хотите еще приобрести то, что вы еще не покупали в Алане, какой-то действительно красивый и хороший подарок, вот вам, пожалуйста, еще одна идея. Вот такие вот красивые шелковые шали. А вот так вот делают шелковую нить. В горячей воде вот такие вот коконы. И потом вот таким вот образом их вытягивают. И получается шелковая нить. В начале видео я вам рассказывала о организации курсов для взрослых. Также есть еще одни курсы, называются Халк Эйти. И на этих курсах рукодельниц, там очень много различных курсов, друзья. Это языковые курсы, курсы для рукоделия, компьютерные, профессиональные курсы. И мастерицы на этих курсах совершенно эти курсы бесплатные. Организуют их два раза в год. И на этих курсах рукодельницы также делают вот такие вот красивые игрушки. И вот такие вот тоже цветы из шелка. Просто невероятная красота. Вот это вот действительно настоящие турецкие сувениры, которые вы можете приобрести. Добрый день! Мы приветствуем вас на стенде творческого клуба «Матрешка Арталания» живущих рукодельниц в Алане, в замечательном городе, около Сердемного моря. Наши рукодельницы делают все. Сумочки, ручной работы, декупаж, мягкие игрушки, пожалуйста, вязаные игрушки. Это все руками наших девочек. Так, что еще вам показать? Народные куклы, украшения. Украшения, вышивка и дизайн одежды. То есть это все руками наших девочек сделано. Мы всех ждем на фестивале туризма, который сегодня уже заканчивается, последний день. Добро пожаловать! В следующем году! А в следующем году однозначно. Мы уже второй год принимаем участие и думаю, что будем каждый год принимать, пока не устанем. Вот, у нас весело, здорово, интересно. А еще можно приобрести вот такие вот сувениры. Эти сувениры, точнее кофейные наборы и вот такие вот небольшие тарелочки для лукума делают в газянтепе. Вот такие вот чашки для турецкого кофе, большие наборы. И, представляете, вот такой вот набор с гранатами. Три штуки. Стоит всего 40 лир. Ну и, как я уже говорила, изделия из дерева. Очень популярный, можно приобрести вот такие вот, например, подсвечники. Ну, а здесь уже начались стенды с едой, а также можно приобрести одеколон из бананов. Вот так вот он выглядит. Вы знаете, что в Турции пользуются одеколоном. И в Олании стали производить вот такой вот одеколон, а также банановое мыло. Пахнет здесь, конечно, очень вкусно бананами. А еще в Алании есть вот такой вот напиток, называется Карлома. Что это значит? Вот такой вот кусок снега привозят с гор даже сейчас и поливают различными сиропами. И стоит это всего полторы лиры. Ну, а также можно купить свежевыжатые соки. И вот он, друзья, свежайший айран, настоящий, с пеной. Кстати, кто любит айран, обязательно пишите комментарии. И вот эти вот шатры, друзья, вы видели в моем предыдущем видео с набережной. Ну и сейчас посмотрим, что же здесь есть. Узнала я у девушек, которые здесь работают на этом стенде. Это, оказывается, традиционные сельдюкские наряды, мужские и женские. Конечно, немного они осовременены, но примерно так они выглядели. Наверное, вы видели все эти наряды женские вот такие вот в фильме «Великолепный век». И, кстати, друзья, что самое важное? Вот вы видите, в фильме «Великолепный век» у женщин была очень открытая грудь. Такого, конечно же, не было на самом деле. Женщины были закрытые. Посмотрите, например, вот на это синее платье. Никаких открытых тел, скажем так, вы не увидите. Очень красивые, посмотрите, мужские наряды. Очень, конечно, красивые, изысканные, с вышивкой, с росписью. Головные уборы шикарные. Вот так вот турки одевались, точнее сельджуки одевались. В те времена было это, конечно, очень много лет назад, более 800 лет назад. Ну и продолжается фестиваль, продолжаются фестивальные стенды. Здесь продают, что у нас продают здесь? Здесь различные варенья натуральные. Ну и, конечно же, вот эти вещи, друзья, вы уже видели. Изделия, сделанные из бананов. Обувь, сумки. Ну и, конечно же, хочется прямо мне потрогать, как достаточно плотная ткань. Здесь представлен и натуральный шелк, и ткань из бананов. А еще я нашла стенд с натуральным милом. Вот эта женщина делает. ОкgasHere Dusheyhhh дwwи. olubare, полари-билей, сбор, пивник делаем, они еди 100 грамм. 100 грамм сколько? 15 грамм. Это окейнус. 15 грамм. Гранат. Гранат. Очень вкусно. Оливковая мыла. Экзотик. 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 Как это? Экзотик. 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 Бал. Бал. Здесь уже идут стенды с едой. С продуктами питания. Которые можно купить. Очень большой фестиваль. Очень много стендов. Ну и конечно же очень много изделий ручной работы. самые основные и самые красивые. Я вам уже показала. Поэтому, когда вы будете в Алане в следующий раз в июне, подгадайте обязательно свою поездку к июню месяцу. чтобы вы тоже смогли попасть на этот фестиваль. Ну и конечно же, я надеюсь, что я дала вам хоть какие-то идеи для того, какие приобрести сувениры для себя, для родных. Вот такой вот он, друзья, туристический фестиваль. Очень мне стало жарко. Поэтому я сейчас возвращаюсь обратно в офис работать. Ну и надеюсь, что я вам показала что-то интересное. На самом деле, я встретила очень много интересных людей. И узнала также очень много интересного. Например, как делают кукол из кукурузы. В общем, много-много всего интересного. Буду пересматривать видео и еще раз удивляться. Поэтому, когда вы приезжаете в Алане, обязательно ходите по боковым улочкам, где вы найдете магазинчики вот со всеми этими сувенирами. Потому что в больших магазинах такого, конечно же, не продают. Ну а на сегодня с вами прощаюсь. Всем всего хорошего. Приезжайте в нашу солнечную и жаркую Аланию. Всем пока-пока.